И снова всем доброе-доброе утро! Рада вас приветствовать снова на канале НТС. И у нас в студии наши первые гости, причем очень даже интересные. Мы говорим сегодня о кино, и в гостях у нас кинокритик Гульбара Толумушева. И я думаю, человек, которого знают все, это Болот Толенович Шамшиев, человек, который стоял у истоков крыльского кинематографа, и, наверное, может нам дать расклад от и до, да? Доброе утро! Рада вас видеть в нашей студии. Как у вас прошло это лето? Мы сегодня говорим о том, что у нас осталось его совсем немножечко. Здорово было бы провести его ярко и сочно. Спасибо. У нас все замечательно. Ну, в трудах. А вот скажите, пожалуйста, все-таки мы говорим о трендах, и если с трендами молодежи все понятно, то вот как обстоят дела вот с самыми актуальными новостями, может, событиями этого лета для более возрастной категории творческой, скажем так. Ну, я не забыла то, что нас волновало последние две недели, это Олимпиада. За кого болели, если не сказать? Ну, за кыргызстанцев, конечно. И все. А помимо? Помимо. Ну, очень рада за узбекистанцев, которые даже в золотом измерении обогнали казахстанцев. И радовалась золотой медалью Таджика. Ну, то есть, получается, за страны СНГ болели? Сентральной Азией. Взял первое место на душу населения, на количество спортсменов. Их там было то ли пять или шесть, а они заработали три или четыре медали. Ну, давайте уже не будем скромничать и скажем, что наверняка для сферы киноиндустрии Кыргызстана самый большой тренд – это то, что скоро день рождения. У вас, Балателинович, что 29 августа 2016 года в Бишкеке в кинотеатре «Алато», который был, насколько нам известно, первый кинотеатр, в который вы пошли, как это знаменательно, я думаю, состоится торжественное мероприятие, которое посвящено 75-летнему, 75-летию народного артиста СССР, знаменитого крыльского кинорежиссера. Начало в 13.30 и вход свободный. То есть все желающие, все киноманы, все те, кто любит кино, а я думаю, что это каждый из нас, могут прийти и поздравить Балат Атлиныча. Спасибо. Я правильно говорю? Это же сейчас самый большой тренд у нас будет. Спасибо. Дело в том, что не только будет показан оригинал фильма «Хараш-Хараш», который я снял 50 лет назад, но и еще на экране будет видео поздравления наших друзей, моих артистов, которые снимаются у меня, Эра Глаголева, Марина Яковлева из Америки, значит, наша из Голливуда, поздравления прислали. Вот такое вот событие. Я всегда избегал юбилеев. Но однажды один человек грустно сказал, «Я вас собрал для того, чтобы послушать, пока я живой, что вы обо мне думаете. Лучше здесь, на данном свете, чем потом, после смерти». Вот такая грустная вещь. Но это жизнь. Мы все когда-то, мы гости в этом мире. Приходим, уходим. Но важно, чтобы вот этот мир, он был сделан, как можно, более грамотнее, разумнее, чтобы гармония была какая-то между людьми. К этому стремиться. Искусство, киематограф, особенно у нас, в Казахстане, оно было посвящено гармонии. Потому что Айтмата всегда говорил, как человеку, человеком быть. Вот внутренний рост духовного человека. Вот это основа, основа. Потому что все остальное, богатство, слава, оно приходящее. Вот. Можно заработать безумные деньги и в один день их растерять. У Кириза есть такая поговорка. «Байден байдер бердют». То есть за одну ночь Бай, который имел там тысячные табуны, тысячные отара, овес и так далее, он мог потерять все. Вот. Ну вот посмотрите, что в Ливии творится, что в Египте, какие страшные вещи произошли в Ираке. Сирия полностью разгромленная. Там, где я был, у меня друзья в Сирии остались и так далее. И вот мы все видим эту брену с миром и думаем, а как нам сделать так, чтобы мы не превратились в вторую Сирию? Чтобы мы могли наш дом сохранить, наших детей видеть их будущее и так далее. Вот это самое главное. Это и есть предмет искусства. Болтарин, вот я знаю, что режиссеры, кинорежиссеры, это люди, у которых есть свой какой-то особенный взгляд на жизнь и которые очень понятно или наоборот даже завуалированно, но красиво это преподносят в своей ленте. Мы бы хотели сейчас показать некоторые нарезки из ваших кинолент для того, чтобы освежить память и для того, чтобы потом еще задать вам вопросы относительно них. Давайте посмотрим. Деда, а правда, что мой папка матрос? Правда. Дед, постой, остановись. Что случилось? Давай поедем к моему папке матросу. Не стой. Но я тебя очень прошу, мне очень хочется. Не добраться нам до него. Отец твоего по всему озеру на пароходе плавает. А конь наш по воде не может идти. Старшина Милиса Исаевна, предъявите ваши документы. Своих не знаешь? Ай! Подпишите протоколом изъятия. На серьезного вора этот Ахмедов не похож. А с другой стороны, в его поединении есть что-то загадочное. Да, по-моему, прекрасные нарезки. Вот скажите, пожалуйста, каким образом можно прийти к такому? Можете вспомнить? Давайте немного поностальгируем. Какой была ваша первая картина? Какие были ваши первые ощущения? Ну, первая картина у меня была зной. Мне было 20 лет. Это был 61-й год. Замечательный советский режиссер. Она была тогда дебютантка. Лариса Шапитько. Она снимала фильм по поясе Айтмата «Верблюжий глаз», и я играл главную роль. Ой, надо же. Но мало того, так как меня отняли с учебного процесса, я согласился сниматься только при условии, что я смогу снять задание по режиссуре, если мне дадут эпизод. Поэтому эпизод в фильме, там, где вот Кемель, на лошади, скачет, родни, романтика. То есть, они там что-то поджигают, бегают по степи. Это вот это я сам снял. Я сам написал и сам снял. Так что там маленькая крупица, ему говорится, режиссерской работы. Первая ступень вашей... Да. А потом, потом я сделал фильм, который принес мне международную славу. И первую в немецкой газете, значит, такую запись, что мы столкнулись с чудом из Кыргызстана. Киргизская киночудо. Вот это и есть Кыргызская чудо. Это после фильма Монаски. И я получил Хаут прайс, это главный приз фестиваля оберхауждения, потому что это такой очень именитый из короткометаржных фильмов, это был такой категория А. Мало того, что там еще денежный был, призы мне пять тысяч марок дали, я сумел купить себе магнитофон, маме купить пальто, вот такое роскошное, роскошное. И когда я принес это в отель, мне мои товарищи из Москвы сказали, это ты что делаешь? Я говорю, как что? Мне дали, я получил, расписался, пошел в магазин, обрадовался, значит, купил, значит, гостиницу моим родителям. Они говорят, нет, это надо сдать Госкину. Я приехал и сдал все деньги в Госкину. То есть, на тот период это было, ну, скажем так, люди искусства работали на энтузиазме для того, чтобы развивать искусство. Ну, конечно, вот, например, «Волчая яма» за 6 лет проката принесла Советскому государству больше 100 миллионов долларов. Ну, что же, я с этого имя, в общем. Если хоть мне частичку оставили бы на 25 лет, 25 лет я сижу, мне полкопейки не дают, другим дают, а шамшивы не дают. Ну, я бы снял бы хоть кино какой-то, фильм. Ну, вот, а вот расскажите, пожалуйста, несмотря на то, что вам пришлось сдать вот все, что вы с радостью накупили, вы не перестали после этого снимать фильмы? Что вот двигает людьми искусство, людьми кино? Что вы хотите сказать этому миру? И когда вы находите ту самую тему, которую хотите раскрыть? Потому что тем много, а у вас же, видимо, мне кажется, это, наверное, или вспышка какая-то, происходит, что вы хотите именно здесь акцент поставить? Не знаю, это, наверное, зов крови. У меня отец поэт, вот, мать, кандидат наук медицины, но мои все предки, они все какое-то имели отношение к художеству, к экспертам. Вот мой, например, дедушка был знаменитый Саят Кер, который вот лошадей специально адресировал, и когда был знаменитый аж по Шабдану, его лошадь пришла первая в этом Алаванбайке, это такая легенда по всей Чуйской долине, которая осталась. Вот, ну и потом, знаете, Чаплин своих воспоминаний пишет, что он работал за деньги, высокий цель искусства не ставил. Ну, я думаю, что он кокетничал, конечно, вот, но я, например, работал не за деньги, потому что мне мама, я всегда, отец, говорили, ни в коем случае не думай про деньги. Деньги вспоминай, если ты пришел в кассу, и тебе по ведомости выдаются, чтобы ты получил точную сумму. Чтобы не ошибаться. Да, да. И вы знаете, я думаю, когда человек освобожден внутри, в душе от желания заработать, какие-то там большие бабки заработать, у него лучше получается в кино. Я, честно говоря, своим молодым коллегам посоветовал бы поменьше думать о деньгах, а больше думать об искусстве. Вот как раз очень интересный вопрос я бы хотела вас, Гульбара, уточнить. Вот мы говорим об искусстве в чистом виде, но вы, как кинокритик, наверняка проводите какие-то параллели, что сейчас снимаются, и наверняка сейчас уже преследуются совсем другие цели у молодых режиссеров. Боже мой, мы в советское время представить себе не могли, что у нас люди с улицы начнут снимать кино без специального образования, и их целью только является прибыль, и поэтому сроки короткие, месяц, поэтому бюджет смехотворный, допустим, даже 5000 долларов, потому что его только можно, небольшой маленький бюджет, который быстро снят, быстро, в Кыргызстане, в маленькой стране, хотя бы окупить, хотя бы там, ну, прибыль сделать минимальную тоже, потому что невозможно что-то серьезное сделать человеку не обученному, да, без определенного образования, бэкграунда, как мы говорим, но это, к сожалению, реальная картина сегодняшнего дня. И, кстати, насколько... Есть хороший вопрос. Да. Кульбара, можно, Кульбара Джей, вопрос. На ваш взгляд, это не является хорошим признаком, то есть, да, возможно, у человека нет специализированного образования, но, скажем, желание что-то снимать, оно ведь есть, и это самое главное. Это не тот самый случай, потому что, насколько даже мне сейчас известно, прокатчики плачут, наши фильмы киргизские, которые сняты самодеятельными режиссерами, толпа уже не идет, массовые зрители не идет, они... Интереса уже нет. Потому что был интерес сначала, да, но это как бы захватывало, что-то такое у нас тоже кино массовое появилось, но одно и то же смотреть невозможно, а у них нет инновационных каких-то взглядов, они не следят, как развивается, да, там, передовое, мировое, авторское кино и так далее. Потому что все коммерческое мировое кино, оно подпитывается трендами, которые закладывают великие артхаусники. А можно мне вставить слово на эту тему? Дело в том, что не надо изобретать велосипед, вот, потому что велосипед давным-давно изобретен, и поэтому, чтобы не изобретать велосипед, для этого надо иметь образование. В любой области надо иметь какую-то специализацию, а иначе все остальное профанация. Я понимаю, в общем, желание, желания одного мало, надо еще иметь какой-то базис, основу. Но с этим вот не поспоришь. Без этого базиса невозможно ничего сделать, девочки, поэтому мы уже еще в советское время ставили этот вопрос. я предлагал создать в регионе Центральная Азия и Казахстан, Средняя Азия и Казахстан, создать филиал ГИКа. Потом, когда пришла так называемая независимость, я снова выступил с этим предложением, но ни администрация, ни Акаева, ни Бакиева, ни сегодняшняя, никто никак на это дело не реагировал и так далее. Все занимаются самодеятельностью. Поймите, что нужно, чтобы была грамотность, не надо распыления, нужна какая-то концентрация. Вы понимаете, вот один палец его легко сломать, а попробуйте кулак сломать, кулак не сломайте. Для этого и нужен разумный, грамотный подход. Этого грамотного подхода нету, идет распыление средств, например, и государственных, бюджетных, это же, извиняюсь, из кармана народа, налогоплательщиков берется, вот, потому что когда некачественная продукция, вот, оно бьет. Другое дело, что вот мальчик, папа, у него там зарабатывают деньги или там одна женщина-режиссер, у нее муж там какой-то там бизнесмен. Ну, это их не прихотя, это, знаете, это не кинематограф, это не искусство. Взяли из кармана деньги, сняли, позвали всех своих родственников, все сказали, молодец, ну, надо же, хорошо, что не на шопинг, куда-то там на шмотке, там на рестораны, вот, а взяли, сделали кино, уже это уже хорошо. Но этого мало, мало, мы же должны думать о профессиональном искусстве, понимаете? А вот скажите, пожалуйста, все те желающие, люди, которые ценители действительно настоящего киноискусства, они смогут с вами пообщаться на вашем дне рождения, на праздновании? Конечно, пожалуйста, кинотеатр специально в 13.30, я приду, придут мои друзья, мы встретимся с народом, приедут из-за рубежа люди, целая громадная делегация из Казахстана едет, вот, пожалуйста. искусство в чистом виде ожидает всех 29-го числа, все верно? Да, правильно. Ничего, не напутали, это самое главное, напомню, что в гостях у нас был человек, который в понедельник будет праздновать свое 70-ти, 18-летие, прошу прощения, Балашамшиев и Вильбара Толумушева, вам спасибо большое за то, что проснулись и пришли к нам в гости и обращаемся ко всем нашим телезрителям, Утралайф на телеканале НТС продолжается, никуда не переключайтесь.